РАДИО БОЛТКОМ УТРА НА БОЛТКОВЕ Ещё раз доброе утро, уважаемые радиосусли. На сей раз нам сопутствует удача. Удалось установить связь посредством ЗУМа, экономист, финансист Татьяна Латышева. Сейчас будет у нас на прямой связи. Доброе утро. Здравствуйте. Да, ну вот завтра на заседании правительства, пока не мере, так говорил министр экономики Анис Виттенбергс, будет обсуждаться вопрос о определенной финансовой помощи государству, со стороны государства тем отраслям, которые оказались или полностью фактически не могут работать, или частично. Речь идёт о грантах и субсидиях. Помощь будет менее щедрой, как уже предупредил министр финансов, чем это было во время предыдущей чрезвычайной ситуации. Вот на ваш взгляд, насколько вообще ваше ощущение затормозится экономика от этого очередного локдауна до 15 ноября? Тут мнение экономистов расходится. Одни говорят о том, что небольшое будет замедление, подумаешь, три недели. Другие говорят о том, что это очень сильно выбьет экономику из колеи. Вот как вам кажется? Да. Ну, вот, во-первых, я хочу сказать, что сообщение о том, что 21 октября вход на работу непривитым работникам только по тесту, а также, что, возможно, субсидии по зарплате будут выплачиваться только привитым работникам, ну, мягко, скажем, удивило. Таким образом, правительство, продемонстрировав полный непрофессионализм, отсутствие какого-то алгоритма действий в меняющейся кризисной ситуации, полностью провалило коммуникацию с обществом и не придумало ничего лучше, как переложить всю ответственность, причем и моральную ответственность, и материальную ответственность на плечи работодателя. Ведь теперь получается, что именно работодатель должен заниматься разъяснительной работой со своими сотрудниками по поводу необходимости вакцинации. Видимо, на следующем этапе он сам будет со шпицом бегать, я так понимаю, да. Да, и при этом угрожать увольнением. Причем я хочу напомнить, что еще до кризиса все экономисты говорили о том, что на рынке труда наблюдается острый дефицит рабочей силы. Это значит, что никто никого не уволит, потому что уволить невозможно, некому будет работать. Соответственно, все расходы по тестированию сотрудников ложатся на плечи работодателя. И более того, если мы говорим о субсидиях, которые не будут выплачиваться невакцинированным сотрудникам, то я хочу напомнить, что, закрыв бизнесы из-за вот этой эпидемиологической ситуации, то есть отправив сотрудников в простой, не работодатель, не бизнес отправляет своих сотрудников в простой. То есть это вынужденная ситуация, объявленная государством. Но если правительство не платит эти субсидии или пособия по простою, то закон обязывает работодателя оплачивать, то есть неполный рабочий день, или простой, в который отправлен сотрудник. То есть опять за ошибки правительства расплачивается работодатель. То есть я не могу сказать, что это совершенно справедливая ситуация в данном случае. То есть почему бизнес, который и так находится в очень трудной ситуации, именно тот бизнес, который закрыли, в первую очередь, опять в очередной раз, почему он должен оплачивать ошибки? Татьяна, ваши рассуждения понятные, логичные, и действительно за бизнес очень обидно, и за предпринимателей, и за работников, которые оказались в такой ситуации. Однако, не могу не отметить, мы скоро два года живем в ситуации коронавируса, и коронакризиса, и последние полтора года информации, в принципе, было предостаточно, в том числе с помощью радиоболткома, государственные органы через нас проводили вот эту вот работу, и проводят только что перед вами выступала Инга Васильева, представитель бюро вакцинации. Разъяснительная работа ведется, и основная мысль очень простая. Ребята, надо вакцинироваться. Если вы не будете вакцинироваться, вы с большей вероятностью будете болеть. Если вы будете болеть, каждый по-разному эту болезнь переносит, будет много тяжелых случаев, то есть будет напряжена система медицины. Все как предупреждали, все так и происходит. То есть нельзя сказать, ребята там, правительство, вы вообще ни черта полтора года не делали, а теперь вы нас закрываете. Информации и призывов, радио, телевидение, интернет, печать, везде, надо вакцинироваться. Там вот эти все плакаты, кто их как бы не обфыркивал, задранным, с оголенным плечом, давай, мол, там, колись, колись, вместе мы победим эту всю заразу. Все это было, все это есть. Так в чем проблема тогда? Проблема в том, что слишком много либо сомневающихся, либо активных антиваксеров. Ну так давайте тогда, может быть, поговорим об их ответственности в сложившейся ситуации, не только правительство. Не то, чтобы я сейчас выступал адвокатом дьявола, что называется, но все-таки нельзя, как на мой взгляд, тоже односложно говорить, нет, вот виноваты только они и никто больше. Мы сами вполне себе вырыли эту яму, активно помогая друг другу. Разве не так? Все так. Я говорю именно о ответственности и о том, кто будет ее оплачивать. Ведь мы говорим о том, что любые решения, они имеют материальную стоимость. И я еще раз повторю, я считаю, что совершенно несправедливо переложить сейчас ответственность на того, кто, в общем-то, не виноват в этой ситуации. То есть у бизнеса есть свои задачи, бизнес с ним справляется, и бизнес выживает в условиях локдаунов предыдущего и настоящего. И поэтому я еще раз повторю, что совершенно несправедливо перекладывать эту ответственность на бизнес. То есть ведь, скажем так, запретив работникам работать или, допустим, не выплачивая зарплаты, я повторюсь, что наказан не работник, наказан, то есть не тот, кто не вакцинировался, наказан работодатель. А за что он наказан? То есть, да, можно, наверное, спросить, а что вот в этой ситуации делать? Да, мы пришли в эту ситуацию, у правительства нет других решений. Возможно, если посмотреть, то есть это опять мое субъективное мнение, я ни в коем случае не претендую на его профессионализм, но поскольку опять правительство перекладывает на меня ответственность, как на бизнес, я должна думать, а что бы тогда я бы сделала, если бы, ну вот, да, ситуация такая, она как бы все провалена, и мы на первом месте по невакцинированию. Я, например, смотрю статистику по как бы категориям риска, которые оказались в больнице и которые на самом деле погибают на наших глазах, вот эта часть населения. Но может быть, тогда нужно, то есть если вы не можете найти эту схему, когда отвечает за свои ошибки именно тот, кто не принял правильное решение, а это физическое лицо, это не юридическое лицо, тогда, возможно, нужно было делать какой-то точечный локдаун, то есть, допустим, ограничивать передвижение именно группы риска, да, но людям, и, то есть, дать возможность бизнесу продолжать работать, не останавливая его, и опять потратить деньги не на то, чтобы сейчас выплачивать гранты и субсидии по зарплатам, а потратить деньги на то, чтобы разговаривать именно с группой риска, да, и именно на нее оказывать какое-то давление, и как я уже много раз говорила, возможно, этой группе риска предоставить государственное медицинское страхование в течение года, чтобы они не боялись эти прививки сделать, и в том числе даже тем физическим лицам, которые сегодня по какой-то причине боятся вакцинироваться, да, но ответственность не должна быть переложена на того, кто, в общем-то, не виноват в том, что происходит. Да, ну, я думаю, что на самом деле это, конечно, предмет такого судебного разбирательства, и, я думаю, с хорошей перспективой для предпринимателей, если они рискнут этим заняться, вот на самом деле есть так вот абстрагироваться от необходимости вакцинироваться, мы понимаем, что надо вакцинироваться, сейчас не об этом идет речь, да, вот, допустим, не знаю, магазин обувной, вот сейчас он не может работать, он фактически закрыт, там есть, мы сейчас не будем говорить про продавца, допустим, есть уборщица, которая не вакцинирована, да, магазин закрыт, ей зарплата не платится, и работодатель обязан ей заплатить, раз нету больше посвои по простою, значит, работодатель обязан заплатить, И теперь говорят, подождите, у вас Мария Ивановна не вакцинирована? Нет. Ну, извините, вы за нее заплатите. А разве у нас до уборщицы введена обязательно вакцинация? Ну, то есть, мне кажется, что здесь вот совершенно, я понимаю, что ситуация чрезвычайная, но здесь, если мы говорим о принципах правового государства, они все нарушены. В принципе, они все нарушены. И в результате говорят о том, ну, это же твоя проблема, работодатель. Мы тебе работать запрещаем, а из каких средств ты будешь платить своим работникам? Это твое дело. Я не прав? Именно так, именно об этом я и говорю, что ответственность приложена материальная и моральная на того, кто не виноват в этой ситуации. Конечно. Другое дело, если бы на момент введения локдауна уже бы действовала обязательно вакцинация, можно было бы сказать, вы знаете, вот есть правило, они действуют, почему работодатели и работники их не выполнили. И то тогда мы можем говорить о солидарной ответственности и работодателя, и работника. Обе стороны знали, что введена обязательная вакцинация, это на другое дело. Вот 15 ноября, если кто там из педагогов, ну, к примеру, не будет вакцинирован, понятно, на кого ложится ответственность. Не знаю, администрация школы и сами вот учителя или технические работники школ. Сейчас же такой обязательной вакцинации для целого ряда профессий пока нет. Ну, тоже интересно, вы рассуждаете, я исключительно с вами согласен, что да, эта ситуация очень нелепая и некрасивая и обидная. Нет, она незаконная прежде всего, начнём с этого. Да, но в ваших рассуждениях не хватает одного логического такого звена. Зачем ждать объявления обязательной вакцинации? Для всех уже, мне кажется, понятно и очевидно, что она обязательна. Нет, нет, мы же о другом говорим. Мы же о другом говорим. Ведь может быть ситуацией, когда человек уже начал процесс вакцинации, он уже первый раз, простите, укололся. Но ведь от этого никаких юридических последствий нет. Нет, сертификат он пока получить не может, общий принцип от 5 до 6 недель в случае с Модерной, но ему уже пособия не дают. Вот в чём идёт речь. Более того, когда полчаса назад мы обсуждали вопрос о вакцинации с Ингой Васильевой из бюро вакцинации, и Инга сказала, что нет, агентство «Лето» ошиблось, наоборот, у нас рекордные темпы. Эти рекордные темпы, на самом деле, 11 тысяч примерно, пускай 12 тысяч вакцинированных за неделю, но это тот самый результат, с которым мы придём к 15 ноября. Ну, Абик, то, что ты говоришь, полностью законченный курс вакцинации, получение сертификата, ситуация улучшится всего лишь на 11 тысяч латвийских жителей. Только и даже если правительство выполнит своё обещание и отменит локдаун для вакцинированных, то есть условно х плюс 1, что в математике называется, только плюс 11 тысяч, остальные всё равно останутся за бортом вот этой активной социальной жизни. И в своих эфирах мы тоже не раз и на разных уровнях с разными нашими гостями поднимали этот вопрос, что надо было сделать совсем наоборот. Сначала дать… Ох ты, я же всё потерял, так возбудился, у меня летят вещи из рук. Сначала надо было дать срок достаточно жёсткий вакцинироваться и потом вводить эти меры. Но, тем не менее, было сделано так, как сделано. Сейчас мы живём в той ситуации не сослагательного наклонения, не сослагательной истории, а вот было бы как, если бы было. Так как есть, вот есть такие правила, хорошие, плохие, но их придётся всё равно выполнять. Бизнес страдает, да, работники страдают, да, но основная мысль и основная цель всё равно одна – надо вакцинироваться. И совершенно чётко это показывается. Если вы не будете вакцинироваться, будет, вот, скажем так, интеллигентно плохо. Нет, ну, это другой вопрос. Что касается экономики, всё-таки я хочу тоже продолжить разговор с Татьяной. Вот на ваш взгляд, сколько понадобится времени, на ваш взгляд, чтобы экономика пришла в себя, если, предположим, 15 ноября, как нам опять-таки обещает правительство, вот этот локдаун закончится, то есть фактически торговые точки, чаще всего они ограничены, учреждения общепита начнут работать в более-менее нормальном режиме. Да, я отвечу на ваш вопрос, только вот опять немного прокомментирую то, что Александр говорил. Ещё раз о том, что нельзя принимать решение, которое не будет работать в той экономической ситуации и в том состоянии рынка труда, то есть заведомо не будет работать, то есть принимать решение и пытаться его исполнить. Потому что если работник говорит, что я не буду вакцинироваться, можете меня увольнять, то есть его заменить некем. Вот и всё, да, то есть вот в этом проблема, и поэтому опять решать её и оплачивать эту проблему будет работодатель. То есть и она никак не приведёт к увеличению вакцинации в тех размерах, на которых ожидает правительство. Что касается, да, что касается экономики, я могу сказать так, что когда у нас летом как будто бы было открыто, то есть опять всё открылось, да, рынок заработал, все рестораны заработали с какими-то условиями, салонной красоты заработали, мы всё равно не наблюдали того эффекта в пострадавших отраслях, да, то есть в пострадавшую отрасль не заработали так, как они работали до коронакризиса, то есть до 2020 года. У нас был всплеск в макроэкономических показателях, да, мы видели там просто КП, мы видели, что налоги собираются хорошо, да, это было обусловлено тем, что были вброшены деньги вот к этим правительствам в экономику, и, соответственно, они показывали этот результат. И было совершенно очевидно, что те отрасли, которые не пострадали от коронакризиса, они показывали рост и хорошие результаты, этим и можно было радоваться. Те же отрасли, например, гостиничный бизнес, туристический бизнес, ресторанный бизнес, они не достигли, ну, даже не приблизились к тем результатам, к тем показателям, которые были до кризиса. Ну, Татьяна, будем откровенны, за три месяца и невозможно было восстановиться, ну, полтора года в яме и за три месяца выйти хотя бы в ноль, но это невозможно. Ну, в какой вселенной это происходит? Нет, дело в том, что экономика перед входом в коронакризис не имела структурных повреждений, да, то есть мы имеем кризис не от того, что были какие-то структурные повреждения в экономике, ну, например, как у нас там были какой-то финансовый кризис, да, или там кризис недвижимости, у нас не было, то есть ее просто жестко остановили искусственным образом, да, и она остановилась. То есть предполагалось, что вбрасывая деньги будет поддерживаться, то есть вот как бы чтобы огонь не погас, да, то есть туда подбрасывали дров, чтобы, допустим, когда опять все откроется, экономика, не имея структурных повреждений, продолжала бы работать. И этого как раз и ожидали и экономисты, и все меры как раз работали именно с, как бы, рассчитывая на такой результат. Я больше скажу, что когда рассчитывали способия, в прошлый раз, ведь Латвия с большим упозданием ввела и гранты, и как бы все пособия по зарплатам, и когда рассчитывались, кому сколько выплачивать грантов и пособий по зарплатам, как раз принимали во внимание вот эти три месяца, когда мы успели поработать, ну, то есть я имею в виду предыдущий год, да, когда мы успели поработать, исходя из того, что кто смог быстро восстановиться, тот жизнеспособный, тому мы будем помогать. Вот, поэтому на сегодняшний день, ну, во-первых, нужно сказать, что мир давно и не испытывал таких кризисов, да, то есть у нас вообще нет опыта, как в этом кризисе жить. И сегодня мы видели то, что мы после первых ограничений, когда казалось бы, что все закончилось, мы выходили с очень большим перекосом в структуре отраслей, с очень большим перекосом. И как раз о том, восстановятся ли те отрасли, когда они восстановятся после второго локдауна, то есть мы даже после первого локдауна не знали еще, когда они восстановятся, да, что будет сейчас, ну, трудно прогнозировать, опять зависит от той помощи, которая сейчас государство будет оказывать, будет ли оно столько же денег готово потратить, хотя опять мы видим, что это приводит к росту цен, к инфляции, там может опять случиться замкнутый круг, когда зарплаты начнут пытаться догонять цены, что в свою очередь опять будет накручивать инфляцию, то есть оно это в какой-то момент нужно будет остановить. Поэтому на самом деле ситуация очень нестабильная, и как будут развиваться события, ну, будем смотреть, хотя вот этот перекос, он, конечно, вот говорит о том, что отрасли, которые пострадали в первую очередь, ну, нужно будет смотреть, им будет очень тяжело вернуться к жизни. Да, у нас был звонок в эфире, давайте. Звонок попытаемся сейчас принять его. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Меня слышно, нормально? Да, слушаем вас, да. Так себе, ну, говорите. Почему государство применяет только дубинку, не применяя пряник? Ну, хотели же лотерею сделать, да, или кто-то предлагал платить за вакцинированных. Ну, видите, ну, что это такое? Ну, что за садизм такой, а? От правительства постоянно. Вот это ошибка большая, огромная. У меня нет больше. Спасибо большое. Спасибо за мнение. По-моему, с этим сложно не согласиться, да? Татьяна, да, как вы считаете? С пряником как совсем у нас плохо, да. Ну, если не считать вот это решение 20 евро на электричество пенсионеров вакцинированных. Спасибо большое. Прямо щедрот отсыпали. Да, если не считать, что бесчеловечное вообще предложение было высказано лишить компенсируемых лекарств. Знаете, честно говоря, после таких заявлений становится не страшно передать управление машинам, да, потому что более страшного заявления уже, наверное, сложно услышать в этой ситуации. Я полностью согласна. Еще раз, если люди, которые боятся прививаться, объясняют это именно страхом, страхом последствий, я еще раз повторюсь, что я вижу прекрасным решением предоставление на год государственного страхования для всех, кто привился, для того, чтобы люди не боялись, что если у них какие-то последствия будут, что это будет оплачено страховой компанией. И даже если они используют эту страховку для поправления своего здоровья, не связанного с последствиями от прививок, я думаю, это был бы хороший жест государства в сторону людей. И поскольку деньги все равно были бы потрачены в том числе и на медицину, помогли бы, как бы, и подняли бы, наверное, какую-то популярность правительства, которая сегодня уже находится, как бы, там в самом низу. И, соответственно, я думаю, как раз это бы привело к росту вакцинаций, к интересу привиться. Знаете, говоря о некоторых, ну, там, кнут, пряник, о нелепостях, которые мы наблюдаем, связанных даже с продвижением, с пропагандой, если хотите, вакцинации. Вот мне прислали буквально во время эфира скриншот публикации на Фейсбуке одного из государственных органов, как раз-таки рекламирующие вакцинацию со слоганом «Виси вакцина, это виси пасаргаты», да, «Все вакцинированы, все защищены». И чуть ниже такой призыв с двумя воскликами «Вакцина, если меня спал икси майя», «Вакцинируемся и останемся дома». Как по мне, так логика обратная должна быть. Ну, вакцинировался и гуляй, Вася! Нет, ну, вот чем думают, не совсем понятно. Да. Ну что ж, это, наверное, другой вопрос. Тем временем у нас… У нас время истекает, да, Татьяна. Огромное спасибо финансист, докторант экономики Татьяне Латышева была с нами с мнением со стороны бизнеса, со стороны экономики. Дальше следующий наш гость, как раз-таки конкретная сфера, которая пострадала, это туризм. Константин Польгов, глава тест-тур Латвии, будет с нами. Обсудим, как они намерены выживать. И вот эта вот новая тенденция локдауна переносить в другие страны, кто себе может позволить, покупают билеты, путевки и улетают отсюда.